Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, нужна ли спецодежда пчеловода, пчеловоду и какую спецодежду лучше иметь на пасеке. Ну, во-первых, очень много сейчас пчеловодов говорят, что костюмы пчеловодные не нужны. Я там хожу в шортах и футболке и чуть ли не раздетой хожу. Это, конечно, на вкус, на цвет. Кто как желает, тот так и хочет. Никого не заставляют одевать пчеловодные костюмы, какие-то сверхъестественные покупать. Хотите голые ходить на пасеке, то ходите. Но я считаю, что все эти походы, раздетыми на пасеке, это всего лишь понт, а не для работы. Потому что бывают всякие ситуации, когда пчелы могут залезть в какие-то непотребные места или, допустим, туда, куда вы не хотите, чтобы они забирались. Как бы ни было, пчелы это все-таки насекомые. И потом получаются неприятные вещи. Для пчеловодных костюмов можно использовать любую одежду. Многие пчеловоды пользуются медицинскими халатами. Ну, опять же, делают закрытую шею или делают на резинке, или делают на обручи. Закрывают руки резинками. И так ходят пчелам. Мы, например, когда пчелы более-менее спокойные, ходили в простых платьях, но всегда вниз одевали брюки. Ну, это тоже выход из положения. Ну, например, лично на моем опыте, когда я приобрела пчеловодный костюм, и до сих пор для меня это такое удобство, что даже, наверное, наравне с электрическими догонками и с электрическим ножом. Я, например, не променяю пчеловодный костюм ни на какие там другие прибамбасы для пасеки. Ну, что сказать про пчеловодные костюмы? Много сейчас в интернете, много магазинов пчеловодных продают костюмы на разный кошелек, на разный вкус. Импортные, наши, кто что желает. Я костюм покупаю в основном пчеловодком. Там мне нравится производство и качество костюмов. Я считаю, что, например, костюм отдельно курткой, отдельно штаны намного удобнее, чем покупать, например, комбинезоны. Потому что надо снял куртку, надо снял штаны, или всем жарко, или холодно. Вот. А, ну, всё-таки комбинезон немного сдерживает, так сказать, движение. Насчёт пчеловодных шапок, пчеловодных сеток, то же самое в интернете. Много всяких. Какие вы желаете, такие покупайте. Но мне, например, я советую вам покупать сетки отдельно, отдельно от пчеловодных костюмов, чтобы они не были... К ним пришита была бы молния, и они на молнии застёгивались на пчеловодном костюме. Это, я считаю, неудобно. Надо снял куртку, снял шляпу, и всё это можно сделать отдельно. Хорошо для пчеловодной сетки, это юпочка. Это вот здесь вот делается, допустим, резинка. Ну, в основном резинка. И здесь уже одевается на плечи ещё такая ткань. Пчёл, это гарантия от того, что пчёлы никогда не заберутся под сетку, и не укусят в лицо, и не укусят там в шею. Пчеловодную куртку лучше брать, я считаю, светлого цвета. Пчёлы меньше реагируют на такой цвет. И, во-вторых, всё-таки мы занимаемся с пчёлами, когда в основном бывает жарко. А если так жарко, да на тебе ещё там какой-то тёмный костюм, плотный, толстый, то можно спариться. Куртка должна быть на несколько размеров больше. Во-первых, всегда можно под эту куртку, например, пододеть, если холодно, там в какой-нибудь тёплый свитер или ещё там какую-то куртку. И, во-вторых, даже когда если жарко, то между телом и курткой, материалом, образуется прослойка воздуха, и как бы она не так пчеловоду жарко. И третье, что если пчеловодная куртка находится на каком-то расстоянии от тела, то пчёлам сложнее укусить пчеловода. Штаны, я считаю, что можно покупать, можно не покупать. Они изнашиваются меньше, они меньше пачкаются, дольше они носятся, или, например, вниз можно одевать, например, любые там какие-то свои спортивные брюки или спортивные штаны. Вот. Ну, а, конечно, если вы купите пчеловодный костюм, то, ну, я думаю, что вы не разоритесь, и он вам будет служить верой и правдой. Ещё очень хорошо для пчеловодной куртки это наличие карманов. И чем больше карманов, тем это лучше. Потому что всегда у пчеловода должен быть, например, там блокнот, ручка, нож пчеловодный, спички, там, клетки для маточек. Когда они, всё это находится в карманах, то это очень удобно. Ну, многие пчеловоды шьют, например, такие пояса со множеством карманов. Ну, кто на что гораст. На заграничных, так сказать, пчеловодных костюмах очень, да и наши сейчас шьют очень много шлемов. Я считаю, что это очень неудобно. У пчеловодов эти шлемы болтаются на голове, то взад, то вперёд. Я думаю, что они только мешают. Ну, вот кратенько всё, что я хотела сказать вам о пчеловодных костюмах. В интернете много всякой информации, но не всегда то, что вам предлагают, не всегда удобно. Поэтому вот мои такие практические советы. И я думаю, что вы этими советами воспользуетесь. И вам легче будет определиться, что вы хотите приобрести на пасеку. А с вами была бабка пчеловодка. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...